Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у нас восьмерки, семерки Тут уже быстренько отоварили первого противника на М11-28 Зашел неплохой такой дуплет на, правда, 800 У него все-таки есть каски Тэшка не самая плохая Не самая незащищенная В принципе, разъезды стандартные Есть в центре, пацаны, под мост подъехали И здесь, ну, естественно, самое классное место для ББМок Тем более, здесь поджался 90-к Неуверенно Я так понимаю, да, он играет со снайпершей Плюсом снайперша будет светить, если что, вдруг Если его отсюда с этой позиции прогонят Ну и сзади стоят и Тэшки Там, в принципе, есть кому прикрывать Правда, здесь вот Сивиха, да, все испортила ЛТшечка вражеская подъехала И высвечивает его Благо он тонканул первый выстрел от Стенгрея Который тут же ему прилетел Надо здесь уже аккуратнее высовываться Так просто Расслабиться здесь явно они не дадут Где-нибудь один раз вылез, засветился Второй раз вылезешь И уже точно получишь себе парочку плюх в лицо Но пока нормально Пока Сивишка там тоже как бы ее сразу же после засвета напрягли 90-к подъехал и не знает, что ему здесь делать Как бы не самая удачная позиция, если честно Вот он как раз Сиви засвечивается Пробует закинуть дуплет, но не попадает Там еще и снизу явно кто-то подстреливает Решает пересадить немного снайпершу Хотя в принципе мне кажется она неплохо стояла Она в любом случае там У нее сколько там метр да по-моему есть Она из-за холмика все равно высвечивает Поэтому даже если она стояла внизу Все нормально Она бы делала свое дело Ну и надо 90-к да наказывать 90-к тут уже пытается уехать Кстати ему повезло Залетела только одна ракета на 920 Но тут же его сразу же Союзный Виккерс похоронил Хотя он залез конечно просто идеально Он думает что он и тэшка что ли залез Хрен знает на какой холмик И естественно его сразу же после выстрелов Высвечивают, расстреливают В общем тут начинаются проблемы потихоньку в целом Счет уже тоже не самый такой веселый 9-12 По чуть-чуть союзники начинают лить Ну и Виккерс там на соплях Скорее всего его тоже сейчас заберут Но с другой стороны он понимает что здесь Надо играть как-то активнее В целом Не то чтобы здесь много противников Вот их на 8 линии Довольно таки много И там где-то в центре катаются Здесь же если разобраться с вот этой ЛТшкой Сиви То там вдалеке можно будет пересветить Хризантему Быстренько забрать Ну и в общем потихоньку направление это двигать Хотя Сивиха пока не светится То ли она сюда успела уехать То ли нет То ли вот она стоит И даже не успела среагировать Это первый фраг в копилку Ну и уже 2500 уронов По чуть-чуть тогда накидал Теперь нужно аккуратненько выяснить Не стоит ли кто-нибудь здесь еще Из ББМок Каких-нибудь или ЛТшек В принципе у них На самом деле есть Кому еще здесь Сивиха Она вроде бы светилась На другом фланге Но это было давно И неизвестно там ли еще Зато здесь светится Тайп 16 Который Нет он не АФКшный Он двинулся Но тем не менее Он как-то странно Очень внизу стоял И буквально хвостик его заметил И быстренько сразу ему Прислал дуплет Плюс добавил автопушка Еще один фраг Ну а тут началось Называется Полилась команда 6-10 Под мостом всех убили ББМки и ЛТшки Начинают бежать оттуда Да А тут выясняется Что здесь еще За углом сидел Мефисто и Хризантема То есть Особо здесь Быстренько проскочить Тоже не получится Ну и в принципе Он правильно решает Что да и фиг с ними Пускай там дальше стоят За своим холмиком Нужно помогать Отстреливать те Кто здесь летит Поджимать их А тут выясняется Что рядом Буквально в городе Стоит драгун И он заезжает Вроде по всему За дом Непонятно да Было куда-то Заехал Дуплет пошел в никуда Здесь еще высвечивается Много довольно шотных Кстати ОБТ Выезжает из под моста Нужно их быстренько добивать Иначе они Эти шотники Могут конечно Еще натворить дел Ну и здесь Внезапно Решает Хризантема Ворваться К сожалению Перезарядочка Не успевает По перезарядке Снайпершек Хоть и ставит на метку Но Все таки Хризантема решает Блин я же под меткой Надо уехать И это Решает Просто Все хп ему К сожалению Он зря так сделал Если бы стоял за холмиком Он бы еще пожил Здесь же драгун Продолжает светиться В принципе Здесь есть Тайп 99 шотный Счет 4-8 Но в целом Уже 4-7 В целом Есть шотники Есть живые союзники В принципе Неплохие Которые могут Тоже немножко Тут нервы Им потрепать Хотя Вот здесь Конечно Уже придется Разворачиваться Да Они минусуют Еще М11-34 Счет Более или менее Выравнивается Но тут Начинается Пуш от противников Тут подъехал Стингрей Второй И Мефисто Сразу одновременно Высвечивается Куда смотреть Куда стрелять Еще бы не подставиться Что выберет Куда поедет Мефисто Или Стингрей Бадает вниз В это время Все становится 2-6 Все-таки Союзников Тут тоже Подобивали В это время Успевает Переехать В более Безопасную Позицию Разбираться Для начала С Мефисто Один на один И вот он Как раз Высвечивается Дает ему дуплет В это время Уходит в сторону Красиво Сам не получает Залп И с автопушки Его идеально Просто без шансов Разваливает Теперь нужно Ждать перезарядку И разбираться Быстро Со Стингреем Вторым Сзади поджимают Уже Сивишка Росомака Меркавка Но Стингрей Внезапно Да Решает Что Ну Нафиг И Уезжает Вниз На водичку Очень жаль Можно было Сейчас ему Прислать дуплета И с автопушки Его тоже Разобрать Пытается Да Пытается Как раз Так занять позицию Чтобы в спину Пострелять ему Но тут еще Вырисовывается Все-таки Опять Драгун Залетает ему Залп Но не добивает Его Счет 24 Нужно Крутиться Союзник На Тайпе 16 Пока еще Живет Нужно Пока он Уезжает Тут подметкой Катаются Противники Нужно Кому-нибудь Еще успеть Прислать Дуплет Все-таки Перезарядочка Так долго Длится И полетел Дуплет Хороший Залетает На 1700 Нужно бы Добить Но уже Тут Издалека Откуда-то Начинают Простреливать Нежелательно Подставлять Своё ХП Тем более Минус Сейчас будет Судя по всему Союзник Но он успевает Добрать Стингрея Да Остается 1 в 3 Меркова Шотная Не такая проблема Сзади летит Росомак Хороший Дуплет И это Минус Одна проблема Идеально Остается Самый главный Противник Это CV90 Такой же Фуловый И он уже Здесь Он уже Врывается Теперь нужно Как-то Аккуратненько С ним Разминиваться Не подставиться Бы под дуплет И Отлично Мимо У Севехи Не залетает Дуплет Он К сожалению Его просто В пустую Запускает Но вот У нашего героя Героя Видео Как раз таки Дуплет Шикарно Залетает Правда Он все таки Успевает Перезарядиться И Противник В ответ Все таки Запускает Дуплет 900 ХП Не проблема Еще 924 Остается И остается У противников Только Меркова И вот Здесь Я так и не понял Что он Почему он Почему он Автопушку Не переключился То ли он Автопушки Издалека Не пробивал И обратно На Птуры На Птуры Были на Перезарядке Но Сами Понимаете Это не Такая Проблема Шотная Меркова Которая Как бы Особо Тебя Не пересветит Что он Делает Правильно Он Еще Чтобы Наверняка Меняет Позицию Для того Чтобы быть Неожиданно Максимально Появиться Для Мерковки Мерковка Не особо Судя по всему Там Хитрая Какая-то Попалась Поэтому Он просто Переезжает На другую Позицию Чтобы Где-нибудь Вот здесь Поудобнее В стороне Где-нибудь Встать И отправить Ему Последний Дуплет Не особо Рискуя Своим ХП Хотя В принципе Мох и Рискнуть Но Все делает Наверняка И это Восьмой Фраг Три Ордена И Четырнадцать С половиной Тысяч Урона Просто Было Идеально Растащено Ставим Лайкос За такой Бой